Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Учиться в России престижно и выгодно. Вы можете быть уверены, что получите все необходимые знания по выбранной вами специальности. В Российской Федерации есть вузы, специализирующиеся на самых разных направлениях подготовки, поэтому у каждого, кто выберет Россию как страну для получения высшего образования, есть большой выбор. Нужно только его сделать. О том, что российско-молдавское сотрудничество в области науки и образования активно развивается, говорилось в ходе круглого стола, в работе которого приняли участие представители Уральского федерального университета. Во главе с господином Андреем Патрушевым. И сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, одновременно я представляю еще одного гостя, муниципального советника от партии социалистов Никита Цуркан, который также принимал участие в работе этого круглого стола. Принимающая сторона, так сказать, российских гостей. Андрей, ну, вопрос все-таки к вам. Уральский университет, насколько я знаю, является старейшим университетом на Урале. Дата основания 1920 год. Скоро будете век праздновать. Столетие. Счем вас и поздравляем. Расскажите немного о себе. Какая специфика этого университета? Каких специалистов вы готовите? Какие профили? Сколько факультетов? Университетов. Я понимаю, что посыпались вопросы, на которых коротко не ответишь. Но, тем не менее, время нам позволяет. Если вы остановитесь на каких-то особенностях вашего университета, которые отличают это высшее учебное заведение от других российских высших учебных заведений, думаю, наши телезрители, особенно молодые, будут вам благодарны. Хорошо, спасибо. Значит, Уральский федеральный университет был основан в 1920 году. Совершенно верно. Скоро у нас столетие. И он был образован на базе двух университетов. Это Уральский государственный университет и Уральский политехнический институт УГТУПИ. То есть было объединение политехнического университета и классического. Что позволило нашему вузу вести подготовку уже сейчас по большому количеству направления подготовки, большое количество специальностей. На самом деле, проще перечислить, чего у нас нет, чем те специальности, которые есть. У нас, пожалуй, нет только медицинского образования, классического юридического образования. Все остальные направления подготовки присутствуют в университете. Более 400 образовательных программ представлено. Есть все уровни подготовки, начиная от бакалавриата, то есть бакалавриат, магистратура и дальше идет аспирантура. То есть подготовка кадров выше квалификации. Таким образом, студенты, поступающие в университет, имеют возможность пройти все стадии, все уровни подготовки и уже вплоть от студента до ученого. У нас в университете сейчас 13 институтов. То есть сейчас деление идет не на факультеты, а на институты, в рамках которых уже существуют департаменты и далее кафедры. Таким образом, очень широкий спектр, наверное, таким можно назвать несколько наиболее сильных направлений подготовки, где наши преподаватели и ученые достигают определенных успехов на мировом уровне. То есть это химия, это физика, математика, это другие естественные научные циклы предметов. Очень сильная идет подготовка в высшей школе экономики и менеджмента. Также мы очень гуманитарной специальности, нисколько не остаются. То есть у нас Уральский гуманитарный институт, где есть свои факультеты, департаменты журналистики, социологии, политологии, международные отношения. Очень качественная подготовка по психологии обучения. Так что у нас очень широкий спектр. Вот такой вопрос. Какая доля иностранных студентов обучается в вашем университете? И есть ли среди них граждане Молдовы сегодня? У нас получается всего, в университете обучается около 35 тысяч студентов. Из них порядка 2800 иностранных студентов из около 80 стран. Есть и студенты из Молдавии, но на данный момент их, к сожалению, количество небольшое. То есть в пределах 10 человек. То есть колеблется, кто-то отчисляется, уже заканчивая обучение, новые приходят. И, в общем-то, одна из задач моей поездки — это ситуацию изменить, то есть увеличить количество обучающихся. Также у нас порядка 120 иностранных аспирантов. То есть это уже будущие молодые ученые. Вот примерно такая статистика на данный момент. Ну, круглый стол, который был организован в Молдавской столице по теме российско-молдавского сотрудничества в области науки и образования, предшествовала и встреча с советником президента, насколько я знаю, с Корнелем Поповичем. Вот о чем шел диалог. Почувствовали вы заинтересованность Молдавской стороны в развитии такого диалога перенести и на площадку Уральского университета развитие российско-молдавских отношений? Безусловно, заинтересованность была. То есть у нас была очень интересная встреча, было взаимопонимание. И одним из, может быть, условий развития партнерских отношений с молдавскими вузами, с другими образовательными учреждениями, это было пожелание, чтобы все-таки специалисты подготовленные оставались в Молдавии. То есть в том плане, что Молдавия нуждается в специалистах, и чтобы наше сотрудничество не повлекло оттока специалистов, в том числе в Россию. На самом деле мы прекрасно понимаем эту позицию и готовы идти навстречу, и готовы находить варианты сотрудничества с учетом этого пожелания. Примером такого сотрудничества могут быть совместные программы образовательные. Это сейчас очень популярно, это в тренде. И мы тоже заинтересованы в таком варианте сотрудничества. Но и более того, как вуз занимающий здравомыслящую позицию, на самом деле мы тоже заинтересованы, что пусть ники возвращались в Молдавию и работали здесь. Это и понятно, то есть наша цель подготовка специалистов, если это речь идет о подготовке специалистов из другого государства, то специалистов нужен для экономики этой страны. И мы же прекрасно понимаем, что выпускники, это же в общем-то наши, наши выпускники, они являются лучшей рекламой нашего вуза. Конечно, нужно, чтобы они возвращались в Молдавию, работали здесь. Да, и тогда такой вопрос, а вот обучение будет осуществляться на какой основе? Платное, бюджетное? Какой механизм здесь? У нас университет является автономным образовательным учреждением, что в принципе означает, что мы можем и должны зарабатывать деньги тоже сами. По этой причине мы, конечно, заинтересованы в контрактных обучениях платных студентов. Но мы прекрасно понимаем, что студенты, их родители, конечно, хотели бы, чтобы дети получали бесплатное образование. И возможности для этого есть. Здесь есть два пути для студентов. Первое, это подача заявлений, заявок через Росотрудничество на получение бюджетных мест. У нас была встреча и с руководителем представительства Росотрудничества. Мы тоже обсуждали эту работу, нашли поддержку, понимание с его стороны. И с следующего года снова прием заявок мы активно включаемся в работу. Второй путь, это поступление в наш университет на общих основаниях, то есть в конкурсе вместе с гражданами России, как соотечественники. То есть это уже напрямую можно подавать заявку в наш вуз, претендовать и в общем конкурсе стараться получить бюджетные места на равных условиях с гражданами России. Понятно. Никита, вот вопрос на тебе, как принимающий стороне и организатор этого круглого стола. Вот по его итогам, и в ходе, точнее, круглого стола, что удалось для себя раскрыть, например, и в этом учебном заведении, и вообще в системе российского образования. И вот по итогу этого круглого стола, что удалось уже достичь? Есть ли какие-то договоренности? Ну, в первую очередь, первое, чего удалось достичь, это то, что наши коллеги из Екатеринбурга приехали к нам и посмотрели сами, что у нас есть. Что у нас действительно, на мой взгляд, достаточно большое количество талантливой молодежи. И как уже сказали до меня, что нашим ребятам, тем, кто заканчивает школу, дальше нужно развиваться. Есть некоторое, там, какой-то процент людей, которые выбирают для себя развитие в вузах нашей страны по определенным причинам. Есть люди, которые хотят попробовать себя за границей. На мой взгляд, чем больше у человека будет, у ученика, который заканчивает 12 классов, возможностей попробовать себя, то есть для него будут раскрыты полностью карты, что ты можешь попробовать себя здесь, здесь, здесь или здесь, с абсолютно разными специальностями. Это прекрасно, потому что человек выбирает, куда ему пойти. Потому что давайте посмотрим правде в глаза. Не во всех вузах Республики Молдова есть такая широкая гамма специальностей, которые на сегодняшний день есть, к примеру, в Российской Федерации. Если нам предоставляет, нашим гражданам предоставляет возможность обучаться, как уже сказали, что есть разные формы обучения, и бюджетная в том числе, если при помощи Российского центра науки и культуры, представительства Росотрудничества, есть возможность человеку попробовать себя абсолютно бесплатно поступить и уехать, проучиться в Екатеринбург, и после какого-то определенного времени вернуться назад и применять себя уже здесь, это отлично. Кроме этого, мы обсуждали на встрече с советником президента другие модели нашего сотрудничества, на мой взгляд, которые мы можем запускать уже начиная с будущего года легко абсолютно. Одна из таких моделей – это обмен студентов. То есть, когда какой-то определенный квартал обучения, студент едет, например, наш студент из какого-то там вуза Н летит в Екатеринбург, а студенты из Екатеринбурга по специализации меняются, и они учатся, например, там, не знаю, 3 месяца или полугодия в разных университетах, и они приезжают домой с багажом знаний абсолютно других. Ну, то есть, они бы не получили этот багаж знаний, например, у себя в университете, такой, который они получат, проходя обучение не у себя дома. Другая модель, о которой мы говорили, это сотрудничество между университетами. На сегодняшний день у нас есть достаточное количество университетов, и завтра, насколько мне известно, мы встретимся с рядом еще университетов, с представителями, с ректорами, с деканами, руководителями кафедр, для того, чтобы они тоже поняли, что у них есть, к ним идут навстречу, с ними хотят работать. Это в дальнейшем смогут аспиранты, то есть, как у нас принято говорить, докторантуру, люди, которые поступают и хотят получить какую-то ученую степень, они могут работать вместе со своими российскими коллегами, писать вместе работы. Это на самом деле для тех людей, которые выбирают для себя путь, то есть, идут на ученую степень, ну, то есть, например, я говорю о себе, я сейчас тоже учусь на докторантуре, и для меня, когда есть возможность с кем-то сотрудничать, написать даже какую-то работу вместе с кем-то, это на самом деле огромная помощь, потому что тот набор данных и знаний, которые получают коллеги из других стран, он очень помогает. Взаимное обогащение. Да, люди, общаясь, работают друг с другом, и они делают что-то абсолютно новое, и это прекрасно как для Молдовы, так и для Российской Федерации, на мой взгляд. Здорово. Ну, вот, хотелось бы затронуть еще такой аспект, у нас в Молдове достаточно критично восприняли переход на баллонскую систему. Я знаю, что в Российской Федерации тоже внедрена эта система. Насколько она оказала, пожалуй, положительный эффект для системы вообще, и как удалось, например, я сразу же открою, так сказать, карты, удалось сохранить тот потенциал научный, педагогический, который долгие годы формировался в Российской Федерации, в условиях существования или баллонской системы преподавания. Как удалось совместить эти две модели, не потеряв тот потенциал? Понимаю. Да, действительно, переход на систему образования по баллонской системе произошел. У нас сейчас также, как я уже сказал, три степени обучения, то есть есть бакалавриат, есть магистратура. Еще сохранился специалитет на некоторых специальностях подготовки, где-то требуется такой срок обучения, какие-то более сложные технические, инженерные специальности. Но основной состав специальностей все-таки уже переведен. Внедрение этой системы проходило, конечно, сложно, то есть не все поддерживали этот переход. Как всегда, когда нововведение какое-то внедряется, всегда находятся противники, кто не хочет перестраиваться, кому сложно это сделать. Но на самом деле сейчас общемировая такая тенденция. И Россия, как бы ни была известна, популярна и сильна системой образования советского периода, вынуждена была идти по этому пути, потому что мы не могли позволить себе остаться в изоляции, то есть со своей системой. Нужно было переходить, чтобы можно было интегрироваться в мировую систему образования. Видно, что современные тенденции идут к тому, чтобы увеличить количество академического обмена, чтобы студенты могли путешествовать, ездить, обогащаться знаниями в других странах. И без приведения нашей системы образования к мировым стандартам невозможно было достигать этих уже задач. Поэтому это позволило в итоге повышать интернационализацию нашего вуза, приблизить ее к мировым стандартам, позволяет выходить на мировой рынок образования. И сейчас одной из приоритетных задач уже страны, то есть это не только нашего университета, является задача экспорта образования. То есть образование было признано как экспортным продуктом, и у нас поставлена сейчас задача наращивать темпы экспорта образования, сделать это доходной статьей нашего бюджета, повышать доход от экспорта. Поэтому вот система, вот этот переход в Булонской системе, это все было нужно как подготовка к проведению вот этой дальнейшей стратегии реализации. Мы, конечно, постарались не потерять вот именно качество преподавания. Все равно преподаватели, наша школа, все равно она вся осталась. Мы стараемся поддерживать преподавателей, чтобы они максимально безболезненно перешли к этой системе, потому что, по большому счету, поменялся формат. Но наполнение учебных программ, образовательных программ, все равно это зависит от конкретных преподавателей, от их квалификации, от их знаний. И от студентов, конечно же, от их умений, навыков принимать эти научные знания. Так что мы стараемся не уронить планку, наоборот, ее все больше поднимать и конкурировать уже на мировом рынке. Я думаю, у нас получится. Никита поднял тему о том, что у вас один из итогов тех встреч, которые уже у вас прошли здесь, в Кишиневе, это, ну, итог, то есть, один из итогов стало заключение таких договоренностей об обмене студентами научными программами. Но Молдова, наверное, не единственная в географии ваших международных связей. Вот с кем уже вам удалось проделать подобный путь и каков опыт, вот, поделитесь. Действительно, у нас большая география сотрудничества. Активное сотрудничество идет со странами СНГ, идет активное сотрудничество с Китаем, с Монголией. Что касается вот совместных образовательных программ, лично у меня большой опыт был накоплен благодаря тому, что я у нас в университете являюсь координатором проекта образовательного Университета Шанхайской Организации Сотрудничества, который объединяет вузы стран ШОС. И в рамках этого образовательного объединения как раз и стоит задача создания совместных программ, когда студенты могут обучаться в нескольких университетах этого объединения в стран ШОС. И вот этот опыт, который был накоплен, я планирую уже использовать с вузами Молдавии в этом сотрудничестве. То есть получается такой, будем говорить, Уральский университет, такой уникальный портал. То есть здесь молодой человек, который попадает в ваши стены, он практически общается чуть ли не со всем миром. Представителями Азии, Европы. И, ну, наверное, это действительно уникально, потому что для того, чтобы это понять, надо попробовать. Хотелось бы, чтобы наших соотечественников было, конечно, много больше. Но вот не пугает ли, будем говорить, далекость? Ведь сегодня, например, для наших с вами молодых сограждан гораздо ближе Лиссабон, Мадрид, Рим, Бухарест. То есть география экспорта трудовых сил. Тут на сегодняшний день, я понимаю, что вы говорите, на сегодняшний день проблема какого-то там перелета, с учетом того, что совсем скоро Аэр Молдова, если еще не запустили, то, мне кажется, в ближайшее время запускают прямой рейс Кишинев-Екатеринбург. Это не на условиях рекламы. Нет, это абсолютно не реклама. Я к тому, что авиасообщение между этими городами у нас, ну, то есть между нашим городом и Екатеринбургом в ближайшее время появится. Я тут на самом деле хотел бы затронуть другой аспект того, что вы сказали, что молодые люди, основываясь на каких-то своих стереотипном, скажем так, мышлении, они выбирают почему-то всегда вузы. Им интересна Москва, им интересен Санкт-Петербург, я не знаю, там им может быть интересно, я не уверен, что там, наверное, Казань, как кто-то еще. Но никто не думает о том, что есть огромное количество вузов, достаточно крупных. То есть мы говорим сейчас о Екатеринбурге. Я знаю, есть юго-западный университет в Курске. То есть, опять же, это не на правах рекламы. Потому что вот мы ездили и мы смотрели. И огромное количество студентов, которые приезжают из-за границы, они приезжают именно на этот вуз. То есть если человек, например, мы познакомились с парнем, когда мы были в Курске, познакомились с парнем, который приехал, если не ошибаюсь, с одной из африканских стран, я не хочу сейчас обманывать, не помню, с какой. И мы с ним разговариваем, он говорит, да, я целенаправленно ехал сюда, я прочитал в интернете, мне порекомендовали именно этот университет. Я понял, что он там. То есть человек знал, куда он едет. Вот к чему я это все веду. К тому, что люди, родители, дети, в силу того, что не поступает достаточное количество информации, они просто могут не знать, что есть университет, например, в Екатеринбурге, который, быть может, и я уверен, что не уступает ни одному из других университетов, которые находятся, как вы сказали, в Лиссабоне, в Мадриде. И это все надуманное мышление, стереотипное, на мой взгляд, будет проще намного студент, ну, то есть уже будучи студентом или там ученику, который заканчивает 12-й класс, поехать учиться в Россию только с точки зрения того, что менталитет один. Нам проще общаться. Мы жили когда-то все в одной стране. Наши родители, по крайней мере, жили в одной стране. И то, как они нас воспитали, там, эти 2-3 поколения, которые уже выросли, хотим мы этого или нет, мы друг друга понимаем, потому что мы жили в одной, в одном государстве. У нас плюс-минус понятие о том, как должно строиться обучение, как должно строиться жизнь. Оно плюс-минус, понятно, что с каким-то своим там традиционным колоритом, но оно одинаковое. Мы же говорим с вами сейчас на одном языке. Нам проще, нам проще решать какие-то вопросы, нам проще знакомиться с людьми и так далее. То есть мы отсекаем моментально огромное количество проблем, которые возникают у человека, который приезжает там, не знаю, за 2-3 тысячи километров обучаться сам. То есть элементарно коммуницировать со своими там ребятами, друзьями в дальнейшем, которым он будет жить в одной комнате в общежитии. Что тоже для людей. Я, честно говоря, скажу свое мнение, когда я увидел общежитие, которое есть в университетах России, я был другого мнения, скептического. Я видел фотографии в интернете, я думал, что у нас тоже есть огромное количество примеров, как выглядят в хороших вузах Молдовы общежития, что там очень большая беда. Это отдельная тема. Я ехал, я прям был готов, что сейчас меня ждет какой-то какой-то зазор между стеной и окном, который затыкан на ватой. Один душ на 4 подъезда. Ну то есть какой-то такой, скажем, молодежный сленг, трэш какой-то абсолютный. И я приезжаю, меня ведут в высотное здание, 9-ти этажное, которое выглядит как жилой дом. Я захожу, мне говорят, вот у нас студенты живут, первокурсники, второкурсники, по трое, по четверо, то есть как секция, не в одной квартире, а секция на две комнаты. То есть двухкомнатная квартира с общей кухней отдельной и с общей санузлом на две эти квартиры. А люди, которые учатся на магистратуре и на аспирантуре, они живут по одному или максимум по два человека в такой же квартире. То есть у каждого, представьте, у человека на аспирантуре есть своя квартира, где он живет. И он получает ее, если у разных университетов свои, какие-то там, и тарификация, кому-то дают бесплатно, кому-то нет. Но ты живешь в отличнейших условиях. Ты приезжаешь, у тебя все есть. То есть лишены первичные бытовые проблемы. И ты не переживай. И она стоит в несколько раз, в несколько десятков раз дешевле, чем снимать квартиру. Даже в Кишиневе. Ведь это очень важно, потому что родители, так сказать, полагаясь на вуз, отдавая на своего ребенка на обучение, хотят знать, в каких условиях будет проходить это обучение, какими людьми он будет окружен. И вы назвали цифру 30 тысяч обучается студентов в Уральском университете. У нас сегодня, ну 35 даже, у нас сегодня это не каждый районный центр обладает таким населением, количеством людей. А здесь в конкретном, в конкретной точке сконцентрировано 35 тысяч молодых людей, которые грызут гранит науки. Вот у вас бытовые условия, ну я так думаю, наверное, тоже на хорошем уровне. Есть какие-то отличия, особенности, например, которые связаны, может быть, с погодными какими-то климатическими условиями. Хорошо. Немножко добавлю, совершенно вот подтверждая слова Никиты, то есть так действительно есть. У нас причем построено два современных новых общежития, тоже так же одно 9 этажей, другое 12 этажей, одно, которое самое высокое, оно было сдано в прошлом году в эксплуатацию, то есть уже заселяется, приоритет при поселении в эти общежития дается иностранным студентам. Условия, да, вот хорошо были описаны, действительно, это современные новые здания. есть, помимо всех бытовых условий, да, есть комнаты для занятий, можно позаниматься, какие-то собрания проводить, студенческие какие-то объединения, есть тренажерные залы, у нас большое количество спортивных сооружений, бассейн, футбольное поле, ликоатлетический зал, мини-футбол, ну, то есть, все что угодно, для занятий спорта, для какого-то самовыражения, для активности, занятия творческой деятельностью, это все, у нас очень богатая жизнь у студентов, вот именно даже внеучебная, этим занимаются целенаправленно, причем, именно студенческая самоорганизация, у нас этому удается большое, большое внимание, когда студенты могут сами, инициативно выдвигать какие-то проекты, получать помощь, поддержку, их реализовывать. Что касается погодных условий, ну, Урал, это такой суровый край с точки зрения погоды, то есть, как у нас шутят студенты, да, из Африки, которые у нас тоже учатся, что зеленую зиму с июня по августу еще пережить можно, а вот белую зиму уже пережить труднее гораздо, да. И как осваиваться южные товарищи? Ну, поначалу приезжают, конечно, приезжают в легкой одежде, первые же холода, они немножко так испытывают стресс, бегут, покупают себе пуховики и так далее, но на самом деле им нравится даже вот такая необычная погода, то есть, они же снега, можно сказать, вообще никогда не видели у себя. Не избалованы таким природным явлением. Нормально, они отлично адаптируются, им это очень нравится, для них это, ну, начинают фотографии в социальных сетях, выкладывать, хвастаться друзьям, что смотрите, какие мы крутые, в каких условиях тут погодных живем, учимся. Нормально, быстро адаптируются, не пугаются и прекрасно живут. тут я хотел бы дополнить, вот очень важная была сказана вещь, что есть места у студентов, и где они могут собираться, где они могут что-то делать со своими какими-то студенческими объединениями, на самом деле это то, что на сегодняшний день не хватает у нас в стране. То есть, я, будучи студентом, там, полный, скажем, я весь прошел этот путь студенческий, я не помню, что бы с нами занимались, не потому, что мы не хотели, потому что, элементарно, никто нам не предлагал какие-то вещи, чтобы мы могли куда-то себя применить. То есть, единственное, там было несколько раз, я помню, нам задавали вопросы, кто когда-то занимался каким-то определенным спортом, потому что людей набирают на универсиаду, вот тогда это была какая-то спортивная история. О каких-то профсоюзных вот таких объединений студентов, которые вместе делают какие-то продукты. Я видел очень много примеров, когда ребята делают команды КВН на базе университета, команды, как там футбол, баскетбол, волейбол, выступают на каких-то региональных областных мероприятиях, когда создают какие-то кружки по интересам, снимают какие-то свои фильмы небольшие. То есть, причем, что ребята, например, учатся на инженеров, но им просто это их хобби. Вот они этим занимаются, они живут все вместе, у них есть возможности для этого. То есть, у них есть определенное место, куда они могут все прийти, их оттуда не выгоден, потому что они там саморазвиваются в каком-то другом своем направлении. И, к сожалению, по моему мнению, это огромное упущение нашей системы образования, что о студентах на сегодняшний день, к сожалению, студентов расценивают больше как та точка, то есть тот какой-то элемент, который в ВУЗу принесет какой-то дополнительный заработок и достаток. Бюджетно-образующий элемент, без которого можно... Да, и, к сожалению, когда еще ВУЗы находятся... У нас же история, что ВУЗы находятся почти на полном самофинансировании, то тут возникает огромная проблема, потому что ВУЗы начинают конкурировать за студентов не всегда честно. То есть, страдают от этого кто? Не ВУЗы, страдают от этого студенты, когда им не предлагают корректных условий для обучения. Вот как в условиях частного ВУЗа все-таки урегулировать вопрос качества? Ведь, смотрите, с одной стороны, ВУЗ, он престижен по количеству и качеству своих выпускников, которые, допустим, удостоились высокоинтересной карьеры в будущем. Другой, опять же, в другой степени, в немаловажной степени он зависит еще от таких вот донорских элементов, как платное обучение. И вот здесь получается, что, может быть, хотелось бы, ну, не знаю, наказать этого студента, ну, нерадивый студент, отказать ему в обучении. В то же время ты понимаешь, что, ну, если, например, набирается критическая масса таких отказников, то, в общем-то, теряется и финансовая, так сказать, вот эта донорская составляющая системы образования. Как здесь регулируется вопрос у вас в рамках вашего университета? Ну, у нас все-таки большое количество бюджетных студентов, ну, и, конечно, контрактное обучение тоже есть. Вообще за успеваемость студентов следят внимательно очень и нерадиво совсем уж если студент никак не справляется, по каким-то причинам неуважительным. То есть, конечно, отчисление следует, все равно, то есть, хоть на контрактном обучении, хоть на бюджетном, потому что бюджет обучения тоже мы теряем деньги, которые поступают от государства. Все равно, как бы, идет строгое отчисление, потому что ВУЗ, если он борется за качество своего образования, он должен принимать порой жесткие меры, ну, потому что иначе не будет качественных выпускников, которые, соответственно, и будут показывать уровень университета. И мы идем на встречу, пожалуй, студентам, которые стараются проявить себя в каких-то других областях, может, в общественной жизни, в спорте, и могут иметь у них какие-нибудь проблемы с учебой по таким уважительным причинам. Но все равно этому студенту идем на встречу в плане, может быть, более гибкого графика сдачи сессии, может быть, отстрочкой какой-то, но в любом случае он должен справляться с дачей. Возможность дополнительных занятий. Да, да. Всего должен справляться с нагрузкой, должен учиться, распределять свое время, отвечать за свои действия. Это школа. Да, хотелось бы вернуться в нашем разговоре несколько минут назад. Вот когда вы рассказывали о прекрасных условиях в вашем университете, условиях вне учебного пребывания, культурная база, спортивная база, ну, мне кажется, я расшифровал, так сказать, причину улыбки Никиты. Никита, наверное, ностальгия по студенческому прошлому, пусть, может быть, не самому такому яркому, как, наверное, могло бы быть в штенах Уральского университета. Вот. Я точно поностальгировал, потому что, знаете, в жизни многое можно изменить, но нельзя заново пройти этот путь жизненный и снова почувствовать, например, себя молодым, крепким или интересным студентом, прожить вот эти все волнительные годы. Я понимаю, что это самые лучшие, не самых лучших лет в жизни каждого человека, когда ты обретаешь много новых друзей, много новых связей, обретаешь знания, которые становятся твоим фундаментом, твоего профессионализма. Я рад за ваш университет, у которого есть такая богатая биография и достаточно богатая инфраструктура для того, чтобы сделать внеучебную жизнь студента насыщенной. И вот родилась идея. Ну вот, Никита, вы же КВНщик, правильно? Не родилась ли мысль, например, строить какой-то там КВН Кишинев и, допустим, Екатеринбург? Ну, я больше как-то, уже не по КВНу, скажем так, я больше по другим делам. Но ребятам, которые играют команду у нас, мы, я думаю, с радостью, они примут приглашение коллег из Екатеринбурга. Ведь российская команда Екатеринбурга достаточно сильная. И также, я думаю, коллеги наши из Екатеринбурга смогут передать своим студентам, то есть сделать какое-то студенческое мероприятие, которое, где это то, о чем на самом деле мы говорили, о том, что важно делать мероприятие, которое будет объединять студентов из Молдовы. И неважно, мы не ограничиваемся только Кишиневым, мы говорим о Молдове в общем, то есть мы говорим и о Камрате, и о Бельцах, и о других населенных пунктах, где есть университеты. Для того, чтобы объединять студенческую жизнь и знакомить ребят с, например, наших, с российскими студентами, и, может быть, в дальнейшем с Российской Федерацией, говоря в частности о Екатеринбурге, и также наших коллег и друзей из Екатеринбурга, студентов, чтобы они приезжали сюда и смотрели, что есть цветущий край Молдова. И тут такие же прекрасные люди живут, какие и в Екатеринбурге, а может быть, даже лучше. Особенно, если зимой привезти, на что-то еще край, то, наверное... Да, у нас зимой, да, тоже снега же вообще нет. Ну, я к тому, что... Лежа к весне выпадает. Всегда, на самом деле, есть очень хорошее такое слово-форма, скажем так, что было бы желание. Вот мы как-то совпали, вот время и место подходящее выпало, что наше желание, и, я как понимаю, возможности сейчас позволяют нам наладить какое-то сотрудничество с нашими коллегами из Екатеринбурга. Мы прилагаем, будем прилагать все усилия для того, чтобы как можно больше людей в нашей стране узнало о том, что есть такой университет, есть возможность туда поехать на обучение. Но тут надо очень, опять же, важно отметить то, что мы говорили о чем в начале. На мой взгляд, нужно создать такую форму данного сотрудничества, чтобы ребята получали образование в Российской Федерации и смогли его применять здесь у нас дома. Для того, чтобы в дальнейшем мы смогли построить у себя, я говорю не с точки зрения стройки, а какой-то не только физическом, да, общенациональным, чтобы мы смогли построить у себя такое же студенческое движение, не студенческое, скажем так, наполнение студенческую жизнь, и она чтобы била ключом так же, и чтобы ребята не смотрели с завистью на своих там друзей, которые уезжают учиться за границу, и у них там как-то по-особенному протекает жизнь студенческая. Нет, можно всегда найти возможность делать это здесь. И опять же, тут было бы желание. И на сегодняшний день, я думаю, что желание у наших учеников обучаться в России есть. Ну, то есть, у нас есть, конечно же, проблема с оттоком нашего молодого населения в страны СНГ, в страны Европы, но мы должны каким-то образом, я говорю, создать такие условия для студента, для того, чтобы он, проучаясь в Российской Федерации или в любой другой стране, чтобы он вернулся сюда, к нам на родину и применял себя здесь. У нас есть очень много примеров, начиная, я имею в виду в мире, начиная от модели Сингапура, когда в зарождении государства были куча стипендий раздавала государство, и государство платило за студентов для того, чтобы получать хорошее образование, приезжать домой и применять себя в общегосударственном устройстве. И на мой взгляд, это правильная модель построения обучения. Я был бы очень рад, если бы в нашей стране существовала такая государственная программа, когда молодые люди почувствовали себя востребованными для собственной страны. Вот у вас как обстоит дело с востребованностью ваших студентов, выпускников? Выпускников, работодателей. На самом деле, уровень образования, который дает наш университет, достаточно высокий, и выпускники нашего университета, и до его объединения, они всегда пользовались популярностью у работодателей. И для того, чтобы наши выпускники, может быть, как-то легче, быстрее находили работу, тоже делаются мероприятия специальные. У нас, допустим, проводится ночь карьеры. И причем это мероприятие тоже проводится и как бы посылы со стороны студентов. Вот все мероприятия, вот такие активности студенческие, на самом деле, это ведь не происходит так, чтобы кто-то пришел, там, ректор и сказал, проявите что-то. То есть инициатива снизу? Да, да. У нас просто мы стараемся создать для студентов комфортные условия, когда они могут сами выражать свою инициативу. То есть, на самом деле, большинство проектов идет инициатива студентов. То есть, они что-то креативно придумывают, приходят своими проектами, уже доказывают их необходимость, мы оказываем поддержку и реализуем. Вот, в том числе, вот, ночь карьеры. Почему именно ночь, да? То есть, когда вы, это как раз сильно вечернее время, то есть, когда университет более-менее свободен, то есть, в главном учебном корпусе выделяется площадка и проводится в такое вечернее время, вот это как выставка работодателей. То есть, работодатели, различные наши партнеры могут представить свои предприятия, свои организации. Происходят презентации, происходит... Рассказывают, да, все в соцпакет, то есть, анкетирование идет, то есть, студенты подают заявку, и они уже на данном этапе начинают уже как-то вот выбирать, понимать, что, где, как работать. Более того, наши студенты после окончания бакалавриата, те, кто идут в магистратуру, большинство из них уже работают. То есть, и мы идем тоже им навстречу, на многих специальностях стараются учебный план построить так, чтобы пары были в вечернее время, даже на очной магистратуре, потому что все понимают, что уже магистраты, уже многие работают, и после работы приходят, уже продолжают учиться. Поэтому вот уже даже после бакалавриата они трудоустроенные, очень многие работают. Ну, прекрасно. Мы говорили о том, что, ну, вот сегодня сейчас в Молдовии зарождается вот такой проект каких-то взаимоотношений с Уральским федеральным университетом, обмен студентами, проектами, творчеством, научной мыслью. Уже что-то подобное наверняка развивается у вас и с другими странами. Можно привести несколько примеров того, как и с какими странами вам удалось развить максимально удачно модель вот этого международного сотрудничества с учебными заведениями или там со странами вообще? Такого разнопланового, да, не только образовательного. Хотелось бы понять диапазон возможностей университета. Могу просто привести такие вот яркие примеры для понимания. Вот, например, Монголия. Активно сотрудничаем в плане образования. Вот был такой интересный очень проект. У нас есть, очень активно развивается и существует как такие форумы объединения. Это студенческие стройотряды. То есть это студенты, которые на летний период уезжают на какие-то стройки, там работают, ну какую-то зарплату получают и далее. Вот у нас был такой проект. Студенты будущие, да, то есть абитуриенты из Монголии приезжали и в составе отряда, то есть сейчас такой интернациональный отряд, они проходили вот этот период адаптации, они работали вместе с нашими стройотрядовцами на стройках, то есть где-нибудь там на северах, допустим. И многие уже после этого, они осваивали язык, именно в ходе такого общения. Сэкономили, кстати, средства. Совершенно верно, да. И потом уже становились нашими студентами, продолжали уже учебу, но вот этот сам проект, он очень интересный был, проект совместно со стройотрядами. Тоже вариант, кстати, для сотрудничества, можно посмотреть, как это можно реализовать с Молдавией, да. Дальше, я тогда расскажу немножко про свой, может быть, опыт, тоже не самый простой. Например, у меня было несколько командировок с такой же целью развития вот партнерских отношений образования в Афганистан, то есть не самая легкая страна, скажем так, для развития гуманитарного сотрудничества. Но там была поддержка очень хорошего отроссотрудничества, и родилось очень много проектов, помимо образования. То есть, допустим, сейчас вот у нас, там есть Федерация студенческого спорта, есть такие договоренности предварительные о том, что приезжает команда по боксу студенческая, и мы проводим чемпионат между нашим университетом и вот афганцами по боксу. Есть такой вариант. Есть вариант, кстати, работы с телевидением. То есть мы организовывали, у нас была третья международная неделя, так называемое мероприятие, это мы приглашаем вузы-партнеры к нам участвовать в круглых столах, образовательной выставке на базе университета. И в рамках этого мероприятия афганскую делегацию сопровождало телевидение. Была телевизионная группа, которая снимает фильм про Россию, путешествия в Россию. Это такой уникальный проект для них, в общем-то, был, чтобы у себя на телевидении показать про то, что такое Россия сейчас, что она может дать. Вот эти проекты, они рождаются по ходу, вот приехал по образованию какие-то проекты создавать, и по ходу появляются вот такие новые-новые. То есть и студенческая активность, и телевидение, и все что угодно можно делать. Ну, смотрите, у нас с вами тоже родилась идея, почему бы и нет. Мы готовы в Екатеринбург. Только не в стройотряд. Да, ну да. Очень можно и в стройотряд. Нет, нет, потому что вот это просто заявление, что ребята, подрежет кто-то, что приехали с Екатеринбурга, с университетов в Молдову искать людей для стройотрядов. Я шучу, как бы, но на самом деле это очень... У меня просто мой хороший товарищ, один из основателей всех стройотрядов российских движений, и мы очень много с ним на эту тему говорили. Там есть определенные проблемы с точки зрения законодательства, потому что, когда страна входит в Евразес, то это много проще все делать, потому что там согласно Трудовому кодексу есть какие-то элементы, они имеют право нанимать на работу стройотряды иностранных граждан. То есть очень большая бюрократическая машина, а так идея... То есть я знаю очень много ребят, которые катались просто... Они обколесили пол России, вот они учатся там, например, пять лет, и вот они с первого курса начинают, каждое лето ездят куда-то, какую-то новую локацию. И они, чтобы там наши телезрители понимали, это не строят ряд, они не строят бам очередной, то есть они там не работают с 6 утра до 12 ночи. Нет, они там работают несколько часов, там не всегда это даже какой-то тяжелый физический труд. Каждый применяет свои навыки согласно тому, что там надо, что надо сделать. И сплачиваются, на самом деле, огромные коллективы. В любом случае это интересно. Андрей, Никита, огромное спасибо за этот разговор. Время пролетело, в общем-то, незаметно, как, наверное, и годы студенчества каждого из нас также пролетели бесконечно быстро. Я надеюсь, наши телезрители сумели получить достаточно, будем говорить, интересную информацию об Уральском федеральном университете, заинтересуются этим проектом и, возможно, пополнят ряды ваших иностранных студентов. Но, тем не менее, как бы это ни звучало, может быть, так сказать, иностранные, мы все, в общем-то, близкие друг к другу люди. И был бы, конечно, рад, чтобы, например, кто-то из Молдовы нашел бы свое будущее в стенах университета, получил шикарное, мощное, интересное образование и получил прекрасную карьеру на основе этого диплома. Спасибо вам за этот рассказ и будем продолжать следить за тем, как будет развиваться ваше сотрудничество. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был представитель Уральского федерального университета Андрей Патрушев и муниципальный советник от партии социалистов Никита Цуркан. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Уральского федерального университета Андрей Патрушев Игорь Патрушев Субтитры подогнал «Симон»